7 мая в городе Виллистон, штат Флорида, погиб 40-летний мужчина, находившийся в кресле водителя машины Tesla Model S. Его самоуправляемый автомобиль столкнулся с грузовиком. Автомобиль ехал на высокой скорости в так называемом режиме автопилота. Несмотря на название «самоуправляемая машина», Tesla Model S представляет собой лишь частично автоматизированный автомобиль. У режима автопилота есть функция присутствия, то есть водитель должен все время держать руки на руле. Подробности аварии еще расследуются, но эксперты предполагают, что водитель не следил за дорогой в то время, как сенсорные датчики неправильно отреагировали на ситуацию. Система Tesla не отреагировала на приближающийся грузовик. Как было сказано, небо было очень яркое и голубое, а грузовик был белый, поэтому машина продолжала движение. Эксперты отмечают, что производители должны лучше информировать водителей об особенностях полностью или частично автоматизированных машин. Я думаю, производители ответственны за то, что водители подобных автомобилей почти сразу же становятся невнимательны. Если у машины есть какие-то ограничения, именно производители ответственны за решение этих проблем. Машины с функцией автопилота могут ездить по шоссе с постоянной скоростью, держаться на безопасном расстоянии от других автомобилей, тормозить и ускоряться в зависимости от ситуации на дороге и даже перестраиваться в другие ряды и обгонять. Однако некоторые эксперты полагают, что полностью автоматизированные машины появятся как минимум лет через 10. Количество аварий будет увеличиваться, так как нужно время для исследования возможностей самоуправляемых машин. Но мы сможем выявить причины проблем, и рано или поздно их будет все меньше и меньше. И как только это произойдет, мы сможем оценить все преимущества таких автомобилей. Сейчас почти все крупные производители автомобилей разрабатывают полностью самоуправляемые легковые модели и грузовики. Но как скоро они появятся на дорогах, будет зависеть в первую очередь от отношения людей к собственной безопасности.